Всем привет! Хочу я похвастаться, показать, поглядеть у меня вот такой дендрофилм расцвел. И первый цветочек опылился и завязался плодик. Если все будет хорошо и благополучно, он разовьется в прекрасную семенную коробочку. И мне будет очень интересно посмотреть, что же будет внутри и как долго будет формироваться такая семенная коробочка. Орхидеи у меня по-прежнему в плачевном состоянии, ни живы, ни мертвы. Смена листьев не произошла еще. Но вот в таком они у меня виде. Но меня радует, что бутончики все равно появляются, цветочки немножко, понемножечку появляются. Это говорит о том, что им становится легче, им становится лучше, но до выздоровления нам еще очень далеко. Представляете, у меня вот это алоэ остистое подарила мне вот такую коробочку семенную. Тоже очень интересно. Я ее даже не видела. А когда вчера пододвигала растение, поливала, то мне стала заметна эта коробочка. Вот, глядите, вот такая семенная коробочка у алоэ. Если цветочки, они всегда смотрят вниз, как колокольчики. А семенная коробочка, как такой огурчик, вверх растет. У меня спрашивали, как поступать с семенами на кактусах. Можно ли их сразу сеять или что с ними вообще делать. Давайте я вам быстренько расскажу. Семена. Семена с кактусов снимают тогда, когда семенная вот эта коробочка или вот этот плодик поспевает настолько, что он либо высыхает, либо он лопается и семена, видно, наружу выходит. Либо уже плод поспевший настолько, что он начинает морщиниться. Да, вот он красный или розовый, начинает морщиниться. И, в принципе, можно семена собирать. Семена мы собираем просто на чистую салфеточку, беленькую. Я обычно либо полотенце кухонное беру, вот это бумажное. Раскладывайте семена. Стараюсь отделить тут же мякоть всю семени. Почему? Потому что при посеве потом в дальнейшем вот эта мякоть, которая осталась, она будет плесневеть. И поэтому появляться будут бактерии, различные гнили. Нам это не нужно. И так это очень такой трепетный, интересный момент, когда мы выращиваем кактусы и семян. Итак, мы сняли семяночки, вытащили, разложили их на салфеточки, убрали все лишние части от плодика. И нужно просушить семена. Семена тут же использовать не рекомендуется, кактусы, потому что они должны просохнуть. Они должны полежать некоторое время, примерно, ну знаете, ну месяца 2-3 точно должны полежать. Нужно ли их промораживать, не могу сказать. Потому что когда мне присылали даже семена зимой, в лютые морозы, ничего страшного не происходило. Они так же всходили неплохо, так же, как и те, которые пересылались мне в теплое время года. Единственное, я знаю, что при посеве семян опунцевых, необходима скорификация. Значит, мы должны наждачкой или пилочкой для ногтей маленечко обрабатывать край семени. Для того, чтобы нарушить целостность оболочки, чтобы быстрее эти росточки могли у нас прорасти. В принципе, другие семена кактусов, они не требуют никакой ни скарификации, ни стратификации. В общем, ни морозом, ни обработкой никакой мы не должны ничего с ними делать. Семена после сбора через 3 примерно месяца можно сеять. Но вообще, я рекомендую сеять обычно в феврале. Почему? В феврале и в марте. Потому что это лучшее и благоприятное время для того, чтобы начать прорастать семянки, чтобы наши сеянки хорошо развивались. И первое время зимой не такое яркое солнце, и сеянцы, они постепенно приучаются к солнцу, постепенно приучаются к тем условиям, которые мы им можем дать. Вообще, неплохо, они вообще всегда всходят, семена кактусов, и растут неплохо. Но сами сеянчики могут вытягиваться, если мы с вами посеяли где-то в августе, в сентябре, и они становятся не такие плотненькие. Смотрите, если еще чем раньше мы с вами их посеем от того момента, как мы сняли урожай, если, например, пройдет всего 2 недельки, 3 недельки или месяц, семена могут долго лежать и дружно не сходить. Это не значит, что они не взойдут. Нет, и если крупные, например, семена, как таких, как астрофитумов, мы можем собрать эти семена с поверхности земли, если вдруг они не взошли, положить их на просушку, маленько они отдохнут и снова посеять через некоторое время. Еще хочу напомнить, при посеве, пожалуйста, не сильно много, не засеивайте в одну плошку. Почему? Потому что там, я точно не знаю, как называются эти гормоны, но они вырабатываются, когда очень много семян проросло, вырабатывается какой-то гормон, и если его будет слишком много в земле, то остальные семена кактусов, они не будут прорастать. Вот, и это, ну как бы, нам будет печально и грустно, почему у нас кто-то не взошел, не пророс. С чем это связано? Это связано именно с природными условиями, тогда, когда в пустыне живут, развиваются эти растения, эти сенчики, и не все сразу одновременно могут они взойти. Почему? И проходит некоторое время, они начинают уже хорошо у нас сходить. Почему? Потому что бывает, например, засуха, бывает наоборот, слишком много влаги, где-то вымерзают, где-то животные где-то съедают, для того, чтобы сохранить популяцию того или иного вида в природных условиях. Ну вот, как-то так. Если я что-то еще вам не рассказала про сбор семян, задавайте вопросы, я с удовольствием вам отвечу. А на этом все. Я желаю вам здоровья, я желаю здоровья вашим растениям, вашим близким, и все будет у вас хорошо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok